Друзья, сегодня с вами мы разбираем песню Меладзе, Салют Вера или Вера, кто как называет. Я, честно, не знаю, как правильно ставить ударение. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Выучим три способа, как играть эту песню. Это будет аккорд, бас-аккорд и арпеджио. Значит, это три таких, знаете, три кита, на которых держится аккомпанемент. Самые начальные способы. Но если для вас этого будет мало, у меня есть на канале еще видео, где еще 14 способов я рассказываю о них. И вы, когда вы учите эти три способа, можете перейти, посмотреть, какие же там еще могут быть варианты. Но так как мы начинаем, попробуем. Попробуем посмотреть. Будем играть в левой руке аккомпанемент, то есть аккорды и сопровождение гармонию, а в правой руке мелодию. Значит так, первый. Давайте я вам сейчас сыграю, как она будет звучать. Но единственное, что я эти три способа немножко перемешаю, для того, чтобы оно не было так однообразно. Кстати, это ваша тоже цель. Когда вы выучите эти три способа, вы будете их мешать, и тогда музыка будет звучать более приятно и более прекрасно. Хорошо, послушаем. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, я смешала все три способа, я смешала три вот этих вот способа, смешала три этих способа, которых мы сегодня посмотрим на нашем уроке. Возможно, для вас прозвучало это сложно, вы такие думаете, о, гоже, о, как же я это сыграю. Но я вас уверяю о том, что когда мы все разложим по полочкам, когда я вам покажу систему, а именно всегда в системе закладываются вот это вот понятие и осознание того, что вообще происходит, вам будет все более понятно. Итак, первое. Разучим куплет и посмотрим, какие аккорды в куплете. Значит, аккорд это одновременное нажатие нот, которые заключены в какую-то систему. То есть, в нашем случае мы будем нажимать аккорды, вот такие от ноты си бемоль, соль, до и фа. Смотрите, тут такой момент. Вы можете, вот, допустим, фа аккорд, фа мажор играть либо в этой октаве, либо в этой октаве, либо в этой октаве, как вам угодно, и даже ниже. Но вы тут должны опираться на свои слуховые ощущения. Если, вот, допустим, мне здесь вот фа мажор больше нравится, как звучит. Здесь тоже неплохо, но если тут, не, ни за какие коврижки, я здесь фа мажор играть не буду, потому что он, как, знаете, как медведь сел мне так на руку и на ухо, и это вот так вот звучит для меня. Поэтому я буду аккорд фа играть либо тут, либо тут. и так, значит, мы сыграли раз, два, три, значит, этот аккорд, вот эта цепочка, си бемоль, соль, до и фа повторяется три раза. Что у нас с мелодией? Так, начинаем с нотки до. Повторяем. Немножко другое. Дальше снова повторяем. И давайте соединяем две руки вместе. Значит, я думаю, вы ушком сможете словить тот момент, когда нам нужно переставить левую руку. Поэтому пробуем. Но немножечко будьте внимательны к тому, что зачастую левая и правая рука не всегда вместе вступают, поэтому будьте внимательны. Дальше. Еще такой момент. Вот я хотела сыграть аккорд здесь. Рэ-хлосточек. Если бы я так сыграла, у меня бы право-слево и наслоились. Это не страшно. Не страшно. Просто этот момент удобства. Если вы играете закончится пай но ты перфэ-хлосточек. Вы сыграли, и вам красиво, хорошо. Но можно снизу сыграть. Рэ-хлосточек. Так тоже можно. Смотрите на свое усмотрение. Повтор. Ага, тут вам можно уже здесь сыграть аккорд. Идем дальше. Рэ-хлосточек. Дальше. Аккорды все похожи, кроме последнего аккорда. Последний аккорд ля. До. И вот ля будет играться вот так вот. Ля мажор. Вот так вот. И дальше идет переходик. В переходе такие аккорды. Соль. Мы уже его видели. Новый аккорд. Рэ. Снова соль и ля. Пробуем. Так. Значит, мы с вами разобрали вот эти вот способы и пробуем припев. Значит, в припеве какие у нас аккорды. Смотрим, какие же аккорды у нас в припеве. Значит, Рэ. Соль. До. Фа. Си. Моль. Соль. И ля. Тут можно увидеть некую закономерность. Это называется секвенция. Вот такая. Значит, значит, А, Рэ. Потом. Соль. До. Фа. Си. Моль. Как бы хотелось бы сыграть ми бемоль, но у нас немножко другая. Пойдет поворот. Соль. И ля. Вообще, это называется золотая секвенция. И очень много музыкантов используют вот эту вот именно золотую секвенцию. Та-ра-та-та-та-там-пам. 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 Вот. Дальше вот эта вот песня. Та-ра-та-та-та-та-ра-та. Ну, значит, с пением, конечно же, у меня не настолько все хорошо, как с игрой на фортепиано. Но я думаю, вы поняли, что это за песня. Значит, что мы делаем с правой рукой? Какая у нас мелодия? Так, играю мелодию. Попробуем соединить двумя руками. И повторяем это все еще раз. Переходим к второму способу. Второй способ у нас делится так. Каждый аккорд имеет свой бас. То есть, если мы нажимаем аккорд ре, бас у нас будет нотка ре. Мы его можем дублировать в октаву. То есть, получается так. Ре. Соль. До. Фа. Я проиграла припев вот именно таким способом. Давайте остановимся пока на припеве. Попробуем его проработать вот этими вот тремя способами. То есть, вы можете прям взять вот эти вот аккорды в припеве и несколько раз... Однадцать раз проиграть. Вот так вот. После этого попробуйте соединить двумя руками. Единственное, что надо будет смотреть по заполнению. То есть, мы будем делать пульсацию. Вот я играю... Мне кажется, пустовато. Вот я могу еще раз повторить аккорд ре и тем самым заполнить пространство. Вот так, покрасивее. Дальше. Дальше до. 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 Я немножечко играю с синкопой, но вы можете убрать синкопы и играть его так вот. С. Это был у нас второй способ. Давайте попробуем посмотреть куплет и переход этим вторым способом. С. Субтитры подогнали Симон. Видите, тут в переходе я заполняю, потому что слишком большие пространства, и мне хочется в левой руке тоже сделать какой-то движ. Хотя, знаете, вот я могу играть или... Ну и для красоты я добавлю пульсирующего баса перед припевом. Еще такой момент. Вы можете играть бас, допустим, здесь и аккорд здесь. Можете играть бас так и так. А можете смешать эти два способа и бас играть тут, а аккорд играть тут. То есть это тоже такой вариант возможен. Мне иногда хочется, да, вот такой вот делать разбег, чтобы прям охватить руками все фортепиано и добавить какой-то такой эпичности. Итак, переходим к третьему способу. Каждый аккорд мы можем сыграть на арпеджио. Арпеджио это дублирование, повтор, даже, так сказать, игра нот аккорда по очереди. К примеру, вот у нас первый аккорд. Си бемой. И я буду его играть так. И верхнюю ноту, вот эту вот, я буду дублировать сверху. Как это будет звучать? Ну, на самом деле, вот первую ноту си бемой я просто даю как импульс. Хорошо? То есть я не играю, не разыгрываю. Мне кажется, что это слишком будет нагроможденно. Поэтому я играю просто си бемой как импульс. А дальше уже буду разыгрывать все. Хотя и позже тут тоже разыграть. Так, тут надо соединить. Ой, ну вот припев вообще не звучит, да? Вот в этом. Смотрите, вы можете потренироваться с этим способом. Но есть моменты, к все равно каким-то определенным песням подходит тот или иной способ. К примеру, к Цою у нас всегда подходит. Там всегда идет такая пульсация аккордов. То есть я не смогу. Что это за такое? Какая-то это, пошлость вообще. Поэтому тут тоже будьте внимательны и смотрите, к какому моменту какой способ подходит. К примеру, когда я играл в самом начале, мне показалось, что к куплету очень хорошо подходит арпеджио. Хорошо. К переходу, к примеру, можно просто аккорда. А к припеву там реально хочется бас-аккорд. Пас-аккорд. И когда вы в должной степени освоите вот эти вот все разные способы, тогда в голове вы можете их комбинировать. И даже в том же самом куплете вы сможете прям два способа использовать. К примеру. То есть я тут использовала сначала арпеджио, потом бас с аккордом. Значит, какая ваша задача? Поиграть каждым способом отдельно. Выучить хорошо, как они будут звучать. Так, чтобы ваша рука уже, знаете, не то чтобы прям до автоматизма, но так, чтобы она уверенно у вас шла по нотам. Арпеджио поиграть. Соединяем двумя руками. И потом уже заниматься творчеством. Если вы хотите узнать больше каких-то новых способов, больше научиться играть на фортепиано и читать ноты просто, как вы читаете текст, то есть вы можете приходить ко мне на занятия. Мои ученики, вот мы берем любые ноты, и мы по этим ноткам играем. То есть это все возможно. И в принципе за два месяца можно научиться читать ноты, вот как вы читаете любой текст. И это все вполне возможно. Поэтому так, можете подписываться на мой канал. У меня есть, будет внизу еще ссылочка на телеграм с бесплатными нотами, которые я выкладываю с моими авторскими аранжировками. Поэтому можете тоже подписываться. Я вас приглашаю в свой инстаграм. И встретимся в следующих видео. До встречи!